Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем тему перевода предложений на английский язык И здесь будут предложения все такие, ну как бы это сказать, рекламно-туристические что ли Я даже не знаю, как это сказать, но все как бы в одну тему Ибо взяты все с одного ресурса Итак, первое, бронеоплата производится в одном кабинете и занимает в среднем не более двух минут Значит, первое, на что стоит обратить внимание, что здесь бронеоплата производится Если подумать, они ведь сами себя не производят и как бы сами не происходят Поэтому здесь явный Passive Voice Скорее всего, здесь Present Simple, поскольку никакой привязки ко времени вообще нет Поэтому, скорее всего, что это Present Simple Итак, Present Simple Passive С глаголом мы разобрались, здесь более-менее ясно Далее, кстати, у нас однородные сказуемые производятся и занимают в среднем не больше двух минут Мы помним, что если у нас появляется выражение Что-то сделать занимает сколько-то времени Это примерно It Takes Дальше там время А дальше будет инфинитив, по всей видимости Это не точно, но вполне возможно, эта структура будет именно здесь Итак, теперь разбираемся с бронью и оплатой Что бы это могло быть? Ну, бронь это booking, оплата это payment В принципе, можно сказать booking and payment Но здесь фича в чем? Посыл предложения, что и то, и другое производится в одном кабинете Следовательно, у нас можно поставить boss То есть, я могу сказать так Boss Booking and payment Далее производится Значит, и с payment, и с booking используется make Здесь просто это надо знать Make a payment, make booking Кстати, вместо booking можно еще применить слово reservation Тоже как вариант, потому что бронь бронировать просто для варианта Здесь и то, и другое подойдет, поскольку нет контекста, не совсем понятно, о чем идет речь Значит, далее у нас passive, present, simple, поэтому are made И далее в одном кабинете Что это значит? Ясно, что речь идет о кабинете виртуальном Ясно, что это аккаунт, по большому счету Вот что здесь имеется в виду Поэтому с одного аккаунта или в рамках одного аккаунта Как-то так Поэтому я скажу from, one Здесь можно one, можно the same поставить как вариант Чтобы подчеркнуть то, что с одного и того же аккаунта И далее и занимают, в среднем и все такое И даже, как ни в чем не бывало, мы ставим and И далее у нас проблема У нас здесь, с одной стороны стоит passive voice А дальше нам надо поставить active Потому что take будет у нас в active Можно ли сразу поставить take? Да, можно То есть я просто беру и ставлю take В принципе, можно было поставить they take Тоже как вариант Но это, я считаю, излишне И далее не более двух минут No more than two minutes Инфинитив мне не потребовался Потому что придется тогда повторить слово make А мне этого не хочется Поэтому можно, конечно, сказать They take no more than two minutes to be done Или to be made Но зачем? У нас уже стоит made Зачем повторяться? Предложение получается на две Почти на две с половиной строки Можно ли его как-то укоротить? Лично мне особенно не нравится Меня напрягает вот это И вот это Вот эти однородные сказуемые Одно в пассиве, другое в активе Можно ли как-то это, ну, убрать Или как-то, не знаю Может, оборот какой-то поставить Или что-нибудь такое Вообще говоря, когда есть возможность Сделать оборот какой-нибудь Лучше его сделать Особенно если это отдельно стоящее предложение Если это связанный текст Там могут быть варианты Потому что нужно смотреть на стиль И нужно смотреть на то Не слишком ли часто у меня обороты встречаются Потому что Все, что слишком часто встречается Это уже нехорошо Итак, что я могу здесь сделать? Что такое are made? Сделаны, производятся Могу ли я сказать, что И резервация, или бронь, и оплата Производимые в одном аккаунте Занимают не более чем Смысл абсолютно тот же самый Я просто вместо пассива Ставлю past participle Структуру с past participle Не более того Смысл абсолютно тот же А слово у меня меньше И технически у меня предложение Становится простым Что мы получаем? Все то же самое Опять boss Здесь я reservation уже напишу Для разнообразия В принципе, если я поставлю просто слово booking Я даже payment могу не ставить Потому что, ну, booking предполагает Что payment будет какой-то Что я забронирую и оплачу это Но поскольку у меня бронь и оплата Вроде бы как отдельные вещи Поэтому, ладно, пусть будет reservation Для разнообразия Boss reservation and payment Далее мы ставим просто made Здесь даже запятая может быть From the same account Далее вторая запятая Ибо у меня оборот А далее and вылетает И у меня сказуемое Находится вот здесь Take Вот оно No more than two minutes И из сложного предложения Я получила простое То есть, как вариант Если у меня в предложении Passive voice Есть очень большая вероятность Что его можно сократить До оборота с past participle Не всегда так получается Но очень часто так возможно Особенно, когда предложение у меня сложное Едем дальше Некоторые сотрудники Ухитряются даже заработать На командировках Оформляют авиа- и железнодорожные билеты На уволившихся коллег А затем сдают их И забирают деньги Здесь у нас длинное предложение Посмотрим Такое ли оно будет сложное И в английском варианте Значит, здесь проблема будет С ухитряются Как его перевести вообще? Здесь нужно хитрить опять же Ухитряться Потому что в английском Так вот дословно не получится Поэтому ухитряется Я буду заменять, наверное Особенно с учетом того Что даже заработать Здесь у меня инфинитив стоит Поэтому я, наверное, поставлю здесь Какой-то linking verb Или linking structure Что-нибудь типа Smart enough to make some money Что-нибудь такое То есть как вариант Не факт, что именно так Но что-то в этом духе Или benefit можно сказать Это уже дело такое Далее на командировках Командировка это business trip Далее у меня две точки Будут ли они у меня В моем предложении английском Скорее всего не будут Я от них избавлюсь Я могу здесь сделать Оформляя То есть как они зарабатывают Делая что-то Оформляя авиа и железнодорожные билеты Здесь у меня будет Что-то вроде booking Или buying Или что-нибудь еще Я здесь поставлю Inговую форму Это present participle И далее в принципе Ничего такого И даже у меня однородные будут Present participle Поскольку у меня booking А затем сдают И здесь будет какой-нибудь Returning Или что-нибудь там еще Не знаю Не суть важно Сейчас может быть другое слово Но техника именно такая То есть первая часть у меня Ухитряются Будет прилагательным Стоять То есть достаточно хитрый Достаточно сообразительный Что-нибудь такое Дальше у меня инфинитив Дальше запятая И оборот с ингами И вот по идее У меня все должно быть Должно получиться красиво Итак Some employees Некоторые сотрудники Можно было и другое слово поставить Но я хочу employees Почему бы и нет Далее Are smart enough И далее можно конечно поставить To make money Но make money очень заезжено И кроме того Make money Это обычно делать деньги В таком более абстрактном смысле Я наверное поставлю To profit Почему бы и нет Можно и такое Можно benefit тоже как вариант Но я хочу profit Далее Кроме того что profit Можно даже To make Some profit То есть Это если Мне нужно много букв To make profit Или to profit Просто Дальше From И далее их командировок Their business trips Здесь меня немного настораживает Вот это From Я не уверена что From надо Возможно здесь надо On Очень может быть Я не знаю почему Мне хочется поставить Он Я просто сейчас Не могу вспомнить Что же правильнее ставить Если вы знаете Можете написать в комментариях Далее У меня должна По идее Стоять запятая Но я наверное Сделаю не так Я не буду вставить Такой полноценный оборот Сделаем так С помощью Оформления И все такое Я вместо present participle Поставлю герунди И какая мне разница Все равно инги By То есть путем Или посредством By booking Plain And Train And Or Можно так написать Через слэш Это нормально Train Tickets Иногда Flight Tickets Говорят Тоже верно А далее у нас проблема Как перевести Вот это На уволившихся коллег Мы же не можем Дословно это сказать Он Как-то там Retired Colleagues Или что-нибудь такое Здесь важно Понимать суть Что это Что вообще Описывается Описывается операция Когда я от имени Другого человека Оформляю билеты То есть на его аккаунт На его фамилию Возможно даже На его данные Какие-то личные Поэтому получается Что как бы Я от его имени Оформляю А от его имени Это будет On behalf of И далее Уволившиеся They Мы не знаем Как они уволились То ли их заставили Уволиться То ли они сами ушли Может на пенсию Может еще как Поэтому я поставлю Слово Retired Поскольку Здесь нет конкретики Если бы была конкретика Тогда возможно Было бы другое слово Можно поставить Sacked Можно поставить Fight Можно поставить Laid off Все зависит от ситуации Как именно человека увольняли Colleagues И затем сдают их Значит путем сдавания У нас Buy booking И следовательно And then И затем Второе Buy можно не вставить Можно и поставить В принципе Но я не хочу Returning them Значит И забирают деньги Когда я возвращаю билеты Для того Чтобы вернуть за них деньги Это называется Return the ticket For A refund Итак Вот мое подлежащее Some employees Далее Мое основное Сказуемое Вот A smart enough Оно именное Получается То есть у меня Глагол to be И дальше у него Complement стоит То есть именная Часть сказуемого Далее У меня Инфинитив Который может быть To profit Может быть To make some profit Не суть важно Далее Дополнительные слова Здесь я сомневаюсь Он должно быть Или from Я до сих пор Не могу определиться Что мне лучше Что мне больше нравится Далее Buy У меня стоит Это очень важно Это собственно Вот эта точка С запятой А далее Booking Оформляют Это для того Чтобы не делать Сложное предложение Можно ли было Здесь сложное предложение Кстати сделать Ну теоретически Можно Можно было бы Начало оставить То же самое И сказать Так Some employees Are smart enough To profit On their business trips Или from their business trips Далее поставить две точки Оставить все как есть И далее They Book Plain or train tickets On behalf of И все такое And then return them For your refunds То есть мы убираем Инги Ставим еще одно Подлежащее They Оно у нас Дублер Сам employees И получаем Сложное предложение Оно даже не сложно Подчиненное Это сложно Сочиненное Предложение Я бы даже Наверное не две точки Ставила Я наверное бы Поставила точку С запятой Потому что Точка с запятой Будет связывать Мне две совершенно Как бы не связанные Между собой мысли Я могу более того Даже разбить Это предложение На две части И после бизнес trips Поставить точку А далее They Book Plain Or train Tickets Там и все такое То есть это как вариант Но мне больше нравится Этот вариант Он как по мне Самый простой Едем дальше Третье Еще длиннее Например Некоторые сотрудники Могут бронировать Билеты только Эконом-класса И гостиницы До трех звезд Есть возможность Также ввести Ограничения По общей стоимости Командировки Лимиты компания Подбирает индивидуально У генерального директора При этом Таких ограничений Может не быть Итак У нас получается В одной обойме Раз Два Три Четыре Предложения В принципе Можно так и переводить Четырьмя предложениями Раздельно Но я так не хочу Почему? Потому что Предложения простые А учитывая то Что это По большому счету Какой-то коммерческий Текст Рекламный Возможно текст Но такой Не просто примитивная Какая-то реклама Там для широкого Круга пользователей Это больше Для корпоративного Сектора Нечто такое Где люди Более-менее Грамотные Поэтому Здесь можно Немного и усложнить В этом нет проблемы Окей Попробуем это усложнить Например Это у нас будет For example Но можно For instance Поставить для разнообразия Потому что For example Очень заезжено Я его не хочу Я хочу For instance Это то же самое Далее Некоторые сотрудники Здесь в принципе Все логично Могут бронировать Can book Или reserve Далее Only Только Ну в принципе Здесь все более-менее дословно Далее Наверное Все-таки Придется поставить Точку А вот Со следующего предложения Уже могут быть трудности Есть возможность Также ввести ограничения Что значит Есть возможность Как это Можно ли сказать There is some possibility Можно Но если я поставлю There is Мне нужно даже Ставить либо артикль Либо some Если я поставлю some Я покажу Что эта возможность Какая-то очень неопределенная А у меня Возможность четко описана Она явно определенная Поэтому There is Как-то не очень здесь И как это можно сделать Вот это есть возможность Нужно перефразировать И сказать It is Значит У меня слово так же Поэтому я его запихну сюда Дальше я просто не буду Узнать Куда его поставить It is also possible Вот так вот сделаем И у нас получится Во-первых Красиво Формально достаточно Ну и понятно В конце концов It is also possible Далее Ввести ограничения Как понимать Вот это Можно сказать Make some limits Можно так Но я бы сказала Просто to limit И не морочить голову Ограничить Далее По общей стоимости По пропадает И у нас просто Ограничить общую стоимость Командировки будет Потому что По общей стоимости Ввести ограничение Это такой канцелярит Немножко Мы его переведем Тоже в канцелярит Но англоязычный To limit the general cost И далее Off business trips Здесь все логично Здесь будет Off переводиться Как по Это так На вскидку Конечно же Далее Лимиты Подбирает Индивидуально Вот это вообще Вишенка на торте Предложение Очень я считаю Неудачное Оно как Огрызок Какой-то Чего-то Поэтому я Второе И третье Предложения Сделаю Одним И здесь Даже можно Наверное Вот это все Убрать Потому что Здесь опять Лимиты Опять подбирает То есть Практически Мы переговариваем Все то же самое Единственное Что у нас Нового Появляется Это вот это Индивидуально Поэтому я Вот это Individually Поставлю И все Сделаю Это как Adverb Adverbal Modifier Если на то Пошло Обстоятельство И все И поставлю В конце В конце Предложения Далее У генерального Директора При этом Может не быть Ограничений Опять же Как обрезанное Что-то Поэтому Наверное Генерального Директора Я пристегну Ко второму Предложению И добавлю Просто Int Или While Или что-нибудь S Какое-то Нет S Наверное Нет Пожалуй While Или And Ну Пусть будет While Я люблю While Поэтому я его Везде Ставлю После Individual И можно даже Запятую Поставить В то время Как у генерального Директора Нет таких Ограничений Мы противопоставление Делаем Поэтому Здесь Можно Ставить Любые Слова Которые Покажут Противопоставление Здесь Может быть Даже Though Стоять Though Наверное Даже Лучше Чем While И далее Значит Таких Ограничений Может не Быть То есть Он Может Их Не Иметь Вот Так Вот Скажем General Там Какой-нибудь Chief Executive Или Что-нибудь Такое И Дальше У нас Возникает Проблема Почему? У нас Отрицание А мы Говорим О Преференциях Ну Преференции Не бывают Отрицательными Ну Как Это Отрицание Это Всегда Запрет Это Всегда Ограничение Поэтому Нам Надо Как-то Выкрутиться Так Чтобы Избавиться От этого Не Здесь Стоит Подумать А как Сказать Таких Ограничений Может Не Быть То Есть У Него Может Быть Что Неограниченный Там Допуск Или Доступ Или Я там Знаю Что-нибудь Такое Поэтому Здесь Можно Поставить Допустим Limitless Неограниченный Access Какой-нибудь Не факт Что я Access Сейчас Буду Использовать Вполне Возможно И Дальше Может Ставим Это Может Can Ну И Дальше Можно Have Поставить Почему Бо И нет Can Have Limitless Access Что-нибудь Такое Ну А теперь Собственно Начинаем Сочинять Предложение Чтобы Уже Красиво Получилось Итак For instance Запятая Some employees И далее Могут Бронировать Can Book Можно Даже Сказать Не то Чтобы Can Are Allowed To Book Тоже Как Вариант То есть Позволяют Бронировать Это Просто Для Разнообразия Потому Что Can У нас И так Встречается По-моему Два Раза Как Минимум В Предложении Only И Дальше Все Дословно Econom Class Tickets Инстрируйте 3-star Hotels Здесь Ничего Такого Неожиданного Не будет Здесь Поставим Точку Теперь Продолжаем It is also Possible И далее Ограничивать To limit Общие Как там У нас Общая Стоимость To limit Наверное Я это Off Вообще Ставить Не буду Зачем Мне Off Limit Употребляется Без предлогов Не буду Я это Off Ставить Просто To limit General Cost Вот так Вот А вот Дальше Командировки Вот здесь Off Надо Кого Чего Off Business Trips Я поставлю Это во множественном Числе Чтобы артикли Не ставить Во-первых А во-вторых У нас все равно Абстрактная Речь идет О множественных Командировках Поэтому Почему бы и нет А далее Все Все Вот это Вот Вся Это Анаконда Лимиты Компания Подбирает Индивидуально Я Ограничусь Одним Словом Individually Потому что Мы вводим Ограничение Индивидуально Далее Запятая Дальше По желанию Пользователя Можно поставить While В то время Как Можно поставить Though Хотя Можно поставить Although Тоже Как вариант Почему бы и нет Хотя Потому что Здесь Опять же Противопоставление А дальше The chief executive Можно просто Executive поставить Но здесь Генеральный директор Поэтому ладно Поставим Chief executive Chief executive Или CEO Можно сказать Chief executive Officer И далее Can have Limitless access Или даже Не access Я наверное Поставлю Options Вот Потому что У нас Варианты Бронирования Отелей Этих вариантов Может быть Неисчислимое Количество Поэтому я Поставлю Options Почему бы и нет И еще Я наверное Не буду ставить Это have Оно как-то Жлобски Очень выглядит Я поставлю Слово Enjoy Слово Enjoy Мы часто Превратно Это понимаем Что это Обязательно Получать удовольствие В английском языке Слово Enjoy Это тоже Самое Have То есть Может иметь Может обладать Располагать Как угодно И дальше Enjoy Limitless Options И точка Вот как-то так Что-то такое Сколько у меня Строк получилось Раз Два Три Четыре Пять С половиной А изначально Было Четыре Строки Ну Здесь напечатано Если бы писать То наверное Было бы тоже Не меньше пяти Но с другой стороны Нет этих обрубков Как здесь В русском тексте По три слова С точкой Это просто Отвратительно Когда такое Очень неудобно Читать Как лично Во всяком Случай Мне Такое Не нравится Никогда Итак Может ли Быть Здесь Варианты Я уверена Что если Подумать Варианты Могут быть Всегда Есть Варианты Почти Не бывает Таких Случаев Когда Нельзя Перевести Двумя И более Вариантами Поэтому Если Вы Видите Как Можно Еще Это Сделать Можете Опять же Написать Это В комментариях А Здесь Я Остановлюсь Скриншот Пустой Страницы Будет По ссылке В описании Видео И Всех Этих Моих Художеств Также Скриншот Будет В описании Видео Равно Как и Ссылка На предыдущее Видео В эту же Тему С переводами Спасибо За внимание Подписывайтесь На мой Канал